В городе над Бугом уже зарегистрированы единичные случаи нападения клещей в феврале месяце. Ранняя активность клещей объясняется тем, что зима в этом году была малоснежная. Сейчас период таяния, когда температура днем поднимается выше 0 градусов, клещи, живущие в подстилке, просыпаются. Считалось, что клещи живут только в лесу, но численность их ежегодно растет, и теперь клещей можно встретить не только в лесу или на дачных участках, но и в черте населенного пункта, в парках, скверах и даже во дворах. Все зависит сегодня от погоды. Если в декабре-январе не регистрировались укусы клещами по Бресту и Брестскому району, мы ведем регион, то уже в феврале было зарегистрировано два укуса детей клещами. Вот в марте зарегистрирован укус взрослого. Ну, снега нет в Брестской области, поэтому клещи начали активизироваться. И ежегодно, конечно, самые массовые обращения, это у нас идут апрель, май, июнь, июль, август месяц, в связи с тем, что люди выходят на прогулки, собирают в лесу грибы, работают на дачах. Мы курируем Брестский район, практически сегодня клещей можно встретить везде. Ну, наиболее такими были опасными местами для посещения. Это леса вокруг Бреста, вот вы говорите, зона отдыха, Красный двор, парк воинов-интернационалистов. Там высажены были березы, очень много, лиственный лес. Клещи как раз любят лиственный лес. Там очень много было связано с покусами. А так во дворе даже сегодня домов. Этих кровопийцев заметить сразу достаточно сложно. А укусы их, как правило, не вызывают боли. А потому стоит помнить, что сами по себе клещи не так опасны, как те болезни, которые они передают. Клещи переносят до 9 инфекций. Самые распространенные у нас по Брестской области и по Бресту, это клещевой энцефалит и лайн-борелевоз. Ситуация за прошлый год по клещевому энцефалиту у нас зарегистрировано 12 случаев. В 2021 году было два случая, рост в шесть раз. И четыре случая клещевого энцефалита были связаны не только с укусами клещей, а с употреблением в пищу козьего молока. Наши граждане города Бреста закупали молоко козье, свежее. При употреблении заразились и заболело четыре взрослых человека у нас с клещевым энцефалитом. Восемь пострадали от укусов клещей. Специалисты санэпидемслужбы каждый год заступают на вахту с первым потеплением. Парки, скверы, зоны отдыха осматриваются планово и постоянно. Обследование местности происходит следующим образом. Энтомолог берет в руки белый флаг и протягивает его по траве, осматривая результаты примерно через каждые 25 шагов. Зацепившиеся за ткань с обеих сторон клещи собираются в пробирке. Мы используем флаг, так называемый белое полотно. Белое полотно должно быть не шелковое, не гладкое, а вафельный флаг, чтобы клещей лучше собирать, чтобы они цеплялись. Они реагируют на белый цвет. Поэтому флаг белый. Собираем эти клещи. Смотрим. Может быть много разной живности. Но мы берем увеличительное стекло и определено уже собираем только клещей в проверке. Чтобы прогулки были спокойными и комфортными, специалисты советуют, чтобы вся одежда была светлых тонов. В таком случае обнаружить и вовремя устранить клеща будет проще. А значит, вашу прогулку ничто не омрачит. Клещи чуют человека на расстоянии до 10 метров. Он высоко не сидит, а метр-полтора от земли на траве или на кустах. Высовывает лапку. Если вы идете, он цепляется лапкой за одежду, а потом по одежде ползает, ползает и заползает под одежду и выбирает укромное место, где бы, как говорится, напиться кровью. Сегодня, если вы идете на прогулку или выпускаете детей где-то в парке за пределы дорожек, тоже надо быть внимательными, потому что клещи, как говорится, ждут. Они сейчас голодные и могут напасть, а потом передать инфекцию. Маленькие, тихие, но такие опасные клещи. Если неприятной встречи с ними избежать все же не удалось, необходимо сразу обращаться к врачу. За 2022 год за оказанием помощи при укусе клеща в учреждение здравоохранения обратилось 935 человек, из которых 598 – это дети.